Украина. Ролик якобы из будущего вызвал реакцию местных силовиков, которую трудно назвать соразмерной. На завтра в Киеве экстренно созывают руководство спецслужб. Из-за чего? Кто-то опубликовал в сети видео о предполагаемой румынской оккупации Черновицкой и Одесской областей Украины. А произойти это должно, как утверждается, в декабре 2022 года. Есть даже карта с положением передвижения войск и направлениями ударов. Вымысел, на который могло вдохновить прошлое. Из чего состоят Черновицкая и Одесская области? Отчасти из земель с историческими названиями Буковина и Бессарабия. Они действительно были аннексированы Румынией в декабре только 1919 года. В состав Советского Союза вошли в 1940-м. А после Великой Отечественной часть Бессарабии включили в Одесскую область, а Буковину – Черновицкую. Но то факты. А ролик, что называется, из альтернативной реальности. Чуть позже пользователь, который его опубликовал, призвал Киев воспринять этот случай с юмором. Юрий Липатов о том, как призыв воспринят и о реальной угрозе, которую украинские власти не воспринимают вообще никак. Главный военный прокурор Украины Матиос определенно неспроста запутался во многочисленных альтернативных реальностях, когда заявил, что лично он всегда готов дать отпор румынскому империализму, да и вообще любому всякому. Долго писать не буду. Информирую. Буквально завтра лично внесу в единый реестр досудебных расследований данные о подготовке понятыми, но процессуально неустановленными лицами к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства. Однако создатель YouTube-канала 30192, будучи не в украинской тюрьме, а на свободе, пока что эффектно превращает прокурорскую альтернативную реальность в балаган. В своем новом ролике он поблагодарил чиновника за отличную рекламу, предложил ему вместе выпить при случае и примерно вот так потанцевать. Парламентские выборы, судя по социологическим опросам, способны серьезно изменить украинскую политику. Радикальные националисты, сторонники войны до победного конца, имеют все шансы убедиться в том, что так его и не увидят. В Раду, по версии Центра социальный мониторинг, проходит 4 партии. Слуга народа – около 30%, оппозиционная платформа «За жизнь» – около 8%. Бывший блок Петра Порошенко, правда уже лишившийся имени своего непопулярного лидера, переименованный в Европейскую солидарность, может рассчитывать примерно на 8%. У Батькивщины Юлия Тимошенко – 7%. Радикалы и неонацисты в этой ситуации прибегли к опробованной технологии – уличному противостоянию, благодаря которому 5 лет назад в условиях фактического безвластия смогли запугать своих оппонентов. В этот раз их целью стал памятник маршалу Жукову в Харькове. Робкие попытки полицейских остановить бесчинство встретили камнями и слезоточивым газом. Сбросив бюст с постамента, неонацисты пропели свой гимн. «Батька Бандера придет, порядок наведет, москалей на ножи, на ножи». Происходившее в Харькове от лица российского МИДа прокомментировала Мария Захарова. Осудить нельзя промолчать. Новая власть Украины должна будет теперь продемонстрировать, как она расставит знаки припинания в таком предложении. От Министерства обороны Игорь Коношенков. Остервенелая попытка кучки неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа победителя во Второй мировой войне, обречена на провал. Но от того и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия. На Западной Украине, между тем, продолжают линию на увековечивание нацистских коллаборационистов. В Ивано-Франковске напротив лицея установили памятник Гаупт-штурмбандфюреру СС Роману Шухевичу. Неонацисты ведут себя самоуверенно, как привыкли за последние пять лет. Ну а президент Зеленский сегодня анонсировал возвращение к минскому формату. Заниматься этим он поручил бывшему украинскому президенту Леониду Кучме, который в прошлом году покидал команду переговорщиков. Теперь вот решил вернуться. Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность внести свой вклад. У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу. Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет. В Кремле, в свою очередь, призвали украинские власти не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе, так как все уже есть в минских договоренностях. Важно определиться с тем, как украинские власти относятся к этому документу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Трехсторонняя контактная группа должна собраться в Минске 5 июня. Юрий Липатов, Ирина Близнюк, Наталья Сидорова, Денис Воронцов. Первый канал.